добрый вечер дорогие друзья с нами сегодня светлана лаврова очень интересная тема прошу тебя все привет очень приятно как обычно с вами с вами по четвергам находиться здесь и я бы наверное хотела ответить на несколько вопросов которые меня очень часто задают потому что здесь достаточно много уже подписчиков и они не быстрее реагируют и очень много вопросов задают чем отличается например консультация от от приватного чата где мы проводим мы выводим с людьми максимальное количество времени месяц я вячеслав и то кто-либо вот потому что личная консультация это когда мое тотальное погружение идет вас то есть мы с вами общаемся через меня я вижу вас это первый момент все что касаемо приватного чата то там мы уже мы вас полностью оголяем и на оголенного себя вы можете посмотреть и найти кто вы есть и без шаблона двигаться уже дальше и желательно самостоятельно то есть мы вводим самостоятельности у нас нет у нас нет надобности чтобы вы цеплялись за нас чтобы вы шли и дальше с нами то есть если вы шли чтобы дальше с нами то только как как друзья как хорошие знакомые это лучший показатель для нас что мы действительно сделали максимум раскрыли вас по максимуму чтобы мы вас не подсадили на себя именно дали самостоятельность это очень важно вот я не знаю ребят как у меня со звуком все ли нормально и не мешает ли кондиционер все хорошо хорошо нормально все отлично вот по поводу приватного чата у нас на этот месяц осталось только два места потому что мы тоже не перегружали себя поэтому если кто хочет присоединиться то еще есть спрашивали два места у нас ну и конечно же ждем на вот это то что касаемо чатов потом такие вопросы силикон в губах у меня нет силикона у меня его нигде нет но есть люди которым это очень идет если они себя чувствуют с этим прекрасно и поднимается самооценка то это их выбор как бы я без осуждения потом меня спрашивают занимаюсь ли я профессионально велоспортом я занимаюсь на сегодняшний день не профессионально для себя но иногда езжу с ребятами катаясь когда мы катаемся по горам вот потому что по горам одно кататься опасно если там где-нибудь сломаешь шею то скорее всего тебя уже не найдут поэтому лучше с кем-то кататься это те самые основные вопросы которые есть и сегодня я бы хотела раскрыть тему такую кредит погашен смертью что это такое у нас очень многие насколько я общаюсь с ребятами не осознают что такое что такое не том что что такое я что такое там твой род там еще что-то и углубляется вот это вот какие-то в родовые предсказания в родовые программы и что-то там вытаскивают что-то пытаются изменить и в той жизни которую они уже сейчас не проживают они пытаются как-то сделать и минимизировать какие-то какую-то проблематику в этой жизни уходя туда чего чего уже нет ну и я бы наверное хотела сказать что такое принятие что такое тотальное принятие когда мы говорим именно про принятие себя потому что когда мы себя не принимаем мы же не можем вообще в принципе никому принять если по-честному вот и что такое принятие себя это наверное такой Но самая простая практика, наверное, назвать это грубо, я вообще не люблю это слово, практика, мне кажется, это что-то такое заезженное и через силы деланное. Когда вы смотрите на какого-то другого человека, любого другого, посмотрите, как вы к нему относитесь. Не важно, что это за человек, просто смотрите. Это может быть бомж, как вы к нему относитесь, насколько у вас есть близливость, насколько у вас есть непонимание, отрицание либо принятие. Это может быть проститутка, это может быть депутат, это может быть какой-то президент, это может быть обычный человек, дворник, чистящий бассейн, тот, кто продает квас, тот, кто торгует криптовалютой. Неважно. Вот возьмите хотя бы несколько человек, которые есть, может быть, в вашем поле, или просто вот подумайте, как вы к нему относитесь. Потому что у многих людей есть неприязнь к кому-либо. Из-за их какой-то сферы деятельности, из-за их поведения, из-за их какой-то внешности, из-за их определенного склада ума, как они могут либо не могут доносить свои мысли. И просмотрите, что вы к этим людям чувствуете, и почему у вас это непринятие есть. А что такое непринятие? Почему вы их не принимаете? Вы их не принимаете, потому что вы не принимаете себя. Потому что вы в прошлой жизни, еще в каких-то, вы уже были всем этим. Вы уже были и проституткой, и дворником, и бомжом, и каким-нибудь миллиардером, и еще тем-то. Это все есть в вас. Почему все время говорим, это все есть в вас? Мы это говорим, но не распаковываем. Почему не распаковываем? Потому что это не можем пережить, потому что это не можем осознать до конца. И вот когда вы это осознаете, что в вас это есть все, вы этим уже всем были. Вот все, что есть вокруг вас, это и есть вы. Вот в этом контексте смотрите себя. И когда вы в этом контексте начинаете рассматривать, то никакое может быть непринятие кого-либо, какое может быть отторжение от кого-либо, тогда вы просто понимаете, что это просто есть. И тогда вам не нужно будет принимать или не принимать себя в определенных каких-то апостасиях. Вам не нужно будет принимать либо не принимать кого-либо, кого-нибудь иного другого. Потому что это просто уже априори есть в вас. И когда мы говорим вот эту вот греховность, которую придумали для определенных, наверное, каких-то моментов, греховность придумали для чего? Они же придуманы не для самого человека. Греховность придумана, это мое мнение только, греховность придумана для того, чтобы управлять определенными свойствами человека. Потому что самим человеком управлять невозможно. И вы, наверное, сами на себе это испытывали, что когда вы к чему-то стремитесь, не важно, что это, это какое-то хобби или это религия, либо это какая-то безумная любовь. И вот вы идете за этим, и в какой-то определенный промежуток времени вы устаете от этого. И вы как будто бы сдуваетесь. Почему это происходит? Потому что вы не цельные туда идете. Вы идете в определенные, в определенные вот эти вот поддержания эмоций, вы идете какой-то гранью себя, не целиком. Именно поэтому вас целиком куда-то к чему-либо принудить, либо сказать, как вам жить, как вам действовать, как вам говорить, кем вам быть. Человеку очень трудно сказать. И чтобы максимально его разграничить, придумали какие-то определенные социальные критерии, социальные статусы. Придумали религиозные статусы, религиозные критерии. И в каждом статусе, если вы рассмотрите, неважно, что это будет, религия, профессия, какая-то национальность, географическое расположение, то там везде будут какие-то критерии, как вы должны жить. И вот эти вот критерии, если вы их нарушаете, то это называется грех, что-то нехорошее, еще что-то. Неважно, каким словом вы их назовете. И вы, впадая в чужое вот это вот критерианство, вы как бы себя начинаете разрушать. И когда вы начинаете себя разрушать, говоря себе, что я плохой, я вот это вот сделал, я вот это вот сделал, я то сделал. Вы, разрушая себя, разрушаете в том числе и свое физическое тело. И вы доходите до определенной стадии, которая называется просто смерть. То есть смерть – это обновление нас. Светик, я перебью тебя, у тебя интернет медленно что-то тормозит. Посмотри, может, это включено у тебя там еще. Сейчас я посмотрю, может, у меня VPN включится. Секунду. Вот сейчас должно быть нормально. Да, сейчас лучше. Я забыла. А слышно было? Да, слышно, слышно хорошо. Продолжай. Вот. И когда мы доходим до определенной стадии, мы как раз идем на разрушение себя. И вот это вот разрушение, когда идет наше обнуление, это и есть смерть. Это и есть смерть как раз из того состояния, что мы, когда мы говорим, что мы вечные, это вечными ты себя когда можешь осознать? Вечно ты себя можешь осознать как раз в те моменты, когда ты понимаешь, что у тебя нет греха. Тебе не нужно обнуляться в этом физическом теле. Ты уже это все пережил. В тебе это все есть. А тебя невозможно подцепить вот этим вот эгрегором греха только в том случае, когда у тебя нет оценочности. Когда ты уже понимаешь, что все, что происходит с тобой, все, что происходит вокруг тебя, это не просто то, что уже есть в тебе. Это еще происходит просто потому, что это происходит, просто потому, что это факт, просто потому, что ты сделал определенные действия, они не плохие и не хорошие, они просто привели к определенным результатам. И когда ты это понимаешь, когда ты это осознаешь, то тебе как минимум в этом случае не нужно идти на обнуление себя, не нужно идти на обнуление того, что уже происходит с тобой. И у тебя в этом критерии вот эта физическая смерть, она отодвигается. Физическая смерть, когда отодвигается, у тебя есть уже вот это принятие, принятие то, что есть вокруг тебя, то, что ты можешь быть вечным. И наше тело нам постоянно показывает, насколько оно может регенерировать. Наше тело постоянно нам показывает, насколько оно может изменяться, насколько оно может подстраиваться под наш образ жизни. То есть что такое подстроиться под наш образ жизни? Вы, наверное, все видели, если человек будет постоянно есть, сидит он и просто ест, то его тело подстроится под него, он будет достаточно таким тучным человеком. Если человек занимается железом, бодибилдингом, его тело подстраивается под это. Если человек, например, ездит на велосипеде, то его тело подстраивается под это. Если человек просто любит бег, например, кушает одни фрукты, то его тело подстраивается под него. И я сейчас не говорю о том, правильно тело подстраивается или нет. Бывает и не совсем правильно подстраивается, потому что мы не совсем правильные команды даем нашему телу. Потому что мы в определенный момент понимаем, что мы можем жить вне тела, но тело вне нас жить не может, оно напрямую зависит от нас. И это очень тонкий такой момент, который мы должны постоянно помнить и, наверное, как-то ухаживать за своим телом. И когда я сейчас уже говорю, по протяжении некоторого времени, когда ты находишься без еды и жидкости, когда ты находишься в определенных состояниях, когда вокруг тебя тысячи людей проходят через твой опыт, рассказывают свой опыт. И ты тогда начинаешь осознавать, что к жизни без еды и без жидкости мы придем все. Я в этом абсолютно уверена. Но так, как сейчас идут некоторые, если раньше я думала, что, наверное, так оно надо, потому что я сама так к этому шла, то сейчас я понимаю, что это игра в одни ворота, то есть это на разрушение своего физического тела. И туда может проскочить, ну, наверное, не знаю, там один из тысячи. Это то же самое, что когда в метро закрываются двери, люди же туда не идут, когда закрываются двери, да? Но кому-то вот очень нужно, и он раз и проскочил. И это же единицы, это же не много таких людей. И зачем туда идти вот этим проскоком, если можно идти через осознание? И я как раз сейчас говорю, что через осознание, когда вы приходите через осознание самого себя, через то, что вы, когда себя принимаете, когда вы видите, кто вы есть, когда вы видите, что в вас есть абсолютно всё, тогда идёт тотальное принятие себя. Когда вы принимаете себя, вы не можете не принять какую-то ситуацию. Вы принимаете любую ситуацию, потому что любая ситуация, она есть. И она обязательно, то есть не бывает такое, что одно звено, оно идёт само по себе. То есть, например, как говорят, а что же это хорошо, когда вот, например, там человека убил, или там ещё хуже, ребёнка убил. Может быть, я скажу какие-то жёсткие вещи, но, тем не менее, если мы посмотрим, и если бы мы могли бы посмотреть в определённые ситуации, то если вот эта ситуация случилась, то она должна была случиться по разным причинам. Она, может быть, случилась, чтобы другие, любые другие какие-то люди в этой цепочке, в этих звеньях осознали определённые моменты. Она случилась, потому что, например, если бы с этим ребёнком что-то не сделали, то он бы сделал что-то более жестокое на своём пути, либо из-за него сделали бы более жестокое. И когда мы начинаем оценивать то, что мы не знаем, мы же видим всегда только верхний слой, мы всегда видим только верхнюю оболочку. Почему? Очень сложно прийти к пробуждённости, потому что мы не хотим себя вскрывать, потому что мы сняли с себя верхний слой. Говорю, ну всё, теперь я как бы чистенький. Это то же самое, что сходить в душ, помыться, а то, что там происходит внутри, ну никто же не видит. И я буду говорить, что вот я весь такой благостный, а по факту это не так. И когда вот идёт это тотальное принятие, когда идёт на всех слоях, ты можешь себя вскрывать, вскрывать и вскрывать, когда ты понимаешь, что в твоём мире больше не существует этого греха через обнуление, тогда ты идёшь к вечности, тогда ты понимаешь, что такое вечности. А понимание, что такое вечности, вот есть такой маленький, как раз мы сегодня в закрытых чатах обсуждали с этапами, что такое вечности, а что такое вечности для меня? Это когда я чётко осознала. Вы же, наверное, многие попадали под такие вопросы, когда вам говорили, а если будет твой последний день жизни, что бы ты сделал? И все начинают придумывать там, о, я бы пошёл туда, я бы наелся этого, я бы съездил туда. И какие-то вот прям такие феерические какие-то вещи начинают придумывать. Почему начинают придумывать это? Потому что в обычной жизни этого не хватает. Вы всегда в себе идёте в дефицитарность самого себя. А когда говорят, а что для тебя вечности? Что бы ты сделал, если бы ты был вечен? И тогда люди тоже начинают, о, если бы я был вечен. И тут вот начинается застревание. То есть для многих вечность как раз – это то, что они не понимают, что с этим делать. Это сразу же выскакивает много-много неудобств. То есть я бы хотел сменить тело, я бы хотел сменить и это, я бы хотел сменить то. И вот в вечности у нас всё время загвоздка. То есть у нас загвоздка в последнем дне, то есть мы вот просто вот этот вот фонтан хотели бы выбросить. И в вечности. А когда ты осознаёшь, что ты вечен, то тогда ты себе можешь задать вопрос, если бы был последний день в твоей жизни, что бы ты сделал? И задаёшь себе вопрос, если бы ты был вечен, что бы ты сделал? И если вот эти вот два критерия совпадают, то ты и есть в принятии вечности самого себя. Когда ты понимаешь, что ты живёшь каждую минуту ровно так, как ты бы жил и в этом случае, и в этом случае. И когда вот это вот приходит из сознания, тогда ты уже понимаешь, что тебе обнуление через смерть, оно на данном этапе не нужно, неинтересно. Я не знаю, насколько понятно, я объяснила? Да, всё понятно, интересно. С интернетом нормально всё сейчас, лучше. Тут вопрос, сейчас я с Ютуба зачитаю. Давай. Мы не тело, мы душа. Что такое душа? Что такое душа? Ну, вообще, на этот вопрос я не люблю отвечать в эфире, потому что на него очень практика не ответишь, ну, сложно, по крайней мере. А если очень длинно, то это нужно вскрывать сначала самого человека, а потом ему отвечать. Но я давайте в двух словах всё-таки попробую объяснить. То есть мы всё время, мы многие думают, что душа, я так думала, что душа внутри меня, что внутри моего тела есть душа. Но в определённый момент, когда у меня стали наступать вот эти вот состояния, я не знаю, просветления, я их путаю, поэтому я не люблю эти слова, но тем не менее. И я как-то, это было больше, чем год назад, я ехала на велосипеде, там никого абсолютно не было, по такой местности ехала. И в какое-то мгновение я очень резко почувствовала, что я и есть вот эта душа, что меня настолько много, и я это физически почувствовала, что тело внутри души. Я больше, чем тело. И вот это вот, когда первое вот это вот осознание пришло, оно было очень яркое. И оно было настолько яркое, что мне, естественно, пришлось остановиться, потому что это распаковка самого себя произошла на физическом уровне. Что такое распаковка на физическом уровне? Мы многие чувствуем, да, что если с нами что-то происходит, какие-то вот такие жизненно важные моменты, мы чувствуем это на себе. Кто-то краснеет, кто-то волнуется, кто-то еще что-то. Это физикой чувствуется. И вот когда это тоже для вас такая в копилочку такой ключик, если вы что-то чувствуете через физику, это как раз вы через клетки пропускаете ту информацию, которая уже есть в вас. То есть вы распаковали какую-то из информации, которая есть именно в вас. Это бывает очень часто, когда вы смотрите какой-то фильм, какой-то эфир, может быть, с каким-то спикером. И вот он говорит все те же самые слова, которые вы уже знали. Вы это все слышали неоднократно. Но в какой-то определенный момент ваши внутренние клеточки уже пошатнулись, они уже готовы свой панцирь скинуть и принять эту информацию. И вы, может быть, смотрели этот эфир не один раз. И на каком-то определенном этапе вы понимаете, что вот эта вот информация, которую он говорит уже в 20-й раз, в 120-й раз, она вас просто вскрывает. И когда она вас вскрывает, вы это чувствуете на физическом плане. Вот это как раз и есть, когда эта информация полностью, не в том, что выходит из вас, а полностью раскрывается в вас, и вы становитесь этими знаниями той информации. И вот когда вы чувствуете, что такое душа, когда вот это вот происходит, когда вы чувствуете, что вы в душе находитесь, и душа в вас, она намного больше, чем ваше физическое тело. Это тоже происходит через физику. Вы это очень часто прочувствуете, и это ни с чем перепутать нельзя будет. Ответила. Как смогла. Спасибо. Есть у кого-нибудь еще вопросы, друзья? Задавайте вопросы. Можно, вот такой вопрос. Марша, Марша, Маршал какой-то. Как защититься от темных сил, которые мешают автономии и другим техникам развития человека? Ребят, человеку мешает только сам человек. Вот если вы идете не просто в осознание себя, а если вы принимаете на себя ответственность за самого себя, тотально принимаете эту ответственность, то вам уже никакие темные силы, никакие сущности, никакие там еще кто-то. Вам они не могут подобраться. Для вас они не будут существовать. Вы больше их. Вы сильнее их. И когда люди говорят, как они мешают автономии, ребят, давайте все-таки проясним, что такое автономия. Автономия – это когда человек автономный, не зависящий ни от чего. Человек, не зависящий ни от чего, он обнуляется. Это мертвый человек. Вот если по-честному. Если вы имеете в виду, что автономия – это когда человек находится без еды и без жидкости, то к вам это состояние, оно придет после того, как вы поймете, как вы осознаете, как вы пробудитесь, как вы, я не знаю, просветлитесь, и как все это сказать, что вам это, когда вы пробуждаетесь, когда вы просветляетесь, вы начинаете, у вас начинают открываться чувствования. Чувствования, они намного глубже, их очень много, они очень яркие. Это те чувствования, о которых на определенных этапах человек их не может понять, потому что они всегда закрыты эмоциями. А эмоции мы вызываем какими-то абсолютно любыми земными вещами, в том числе и едой. Едой это делается намного чаще всего, быстрее всего. И когда вы начинаете, когда вы познаете, что такое чувствование, истинное чувствование, когда вы видите, насколько оно глубокое, насколько оно яркое и широкое, то для вас становится эмоция неинтересна. Она становится тусклой и кратковременной. И вы не хотите тогда в своем… Вам неинтересно получать эмоции. А если вам неинтересно получать эмоции, вам неинтересно получать те… Вам неинтересно делать те действия, которые вызывают эмоции. И еда, она отваливается сама по себе. Когда меня спрашивают, есть ли люди, у которых отвалилась еда при пробуждении, я вам могу сказать, однозначно есть. И это не один человек на сегодняшний день уже. И еда отваливается. Это не говорит о том, что он вообще не может есть. То есть она отваливается, в его мире она становится неактуальна до такой степени, что он может поесть, а может не есть. Он может поесть, например, две-три виноградинки раз в неделю. И у него не будет никогда никакой интоксикации. То есть тело вместе с ним перестраивается. Тело в момент пережигает все, что ему не нужно. У него не будет слабости, у него не будет сухости. Ребята, это уже проверено. Через осознание себя вы выходите на жизнь, которая не цепляет вас едой, вообще в абсолютно другие состояния. У вас нет вот этой вот бешеной худобы, она не будет. То есть ваше тело, если есть лишнее, оно скинет. Если нет лишнего, вы не будете истощаться. И еда для вас в вашем мире, она просто будет. Это не будет какой-то постоянный процесс, ритуальность вашей жизни. Если она и будет случаться, то по каким-то осознанным причинам и не каждый день. То есть на каждый день вы не будете на нее тратить время. И это уже проверено, поверьте. Именно про это мы сейчас и говорим. Именно так мы сейчас людей и стараемся вывести на эти состояния, чтобы они поняли. Но если вы не готовы к этим состояниям идти, вас никто не выведет. Если вы еще не наигрались в голодные игры, вы так и будете там сидеть. И так и будете говорить. Вот я уже там, как мне пишут письма, вот я уже, например, там 7 лет нахожусь в голодовках. Я уже 7 лет практикую автономию. Ребят, но если за 7 лет ничего не получилось, значит, наверное, это как-то неправильно. Но мы же все это знаем. Но почему-то вот это вот все время игнорируют. Но есть другие пути. Есть другие пути прийти к другим параметрам еды, так что ли скажем. Вот посмотрите даже тех же монахов, посмотрите даже тех же людей, про которых мы говорим в просветлении. Вы когда-нибудь их видели там, чтобы они садились, ели за столом, чтобы у них был ежедневный рацион? Но такого нет у них. То есть еда в их жизни, она не играет какую-то первостепенную, второстепенную, даже тридстепенную роль. Она просто есть, потому что на определенном этапе, ну не знаю, там вывести, например, вывести там то, что скопилось, когда мы вдыхаем, через кожу вдыхаем, через рот вдыхаем, когда мы разговариваем, вдыхаем сколько там этих живностей, которую мы не видим. И есть определенные вещи, когда через еду это выбрасывается, но через еду это как? Это не тарелка супа. Это несколько ягодок там, или какой-то один фрукт, или один овощ там может быть. Раз в две-три недели. Вот это называется, когда человек уже, когда человека не цепляет еда. Никогда вы не можете поднять уже там руку, ногу и говорите, нет, вот еще чуть-чуть, мне осталось три часа, и я выдержу, это мой новый рекорд. Вы это делаете, это чтобы что? Вы никаким состоянием не придете. Вы приходите к определенным состояниям через усилия, и вы приходите к этим состояниям. Но я вас уверяю, когда вы идете через легкость, эти состояния, они абсолютно другие. Вы другой в этих состояниях. Они никогда не сравнятся с тем, когда вы выходите через силу, вот это вот на голодовке. Да, и на голодовке новые состояния, и на голодовке вы чувствуете какие-то клевые вещи, но это все не то. То есть голод, он необходим для того, чтобы исцелить свое физическое тело, чтобы исцелить свое физическое тело, чтобы оно не оттягивало вас от самого себя. Вот это да, вот это нужно понимать. Но когда вы идете со здоровым телом, идете вот в эти вот аскезы, вы просто разрушаете свою физику. Но это мое мнение. На сегодняшний день с прожитым каким-то своим минимальным опытом, вот я так думаю. Можно вопрос? Да. Скажите, чтобы таких ошибок не было, или, скажем, попроще время, чтобы не терять же, можете рассказать, какие вы даете практики и ключи на ваших ретритах? Ну, более-менее. Можете рассказать? Ну, да, конечно. Но я как бы как в двух словах могу рассказать. Но, во-первых, если мы говорим о проработках, которые мы делаем со слабой, то там мы человека, как я уже сказала, мы оголяем, чтобы он понял, что такое он. То есть выводим его к определенному себе. То есть сначала он рассказывает, сначала он там выговаривается, потом мы направляем его внимание на него самого. И вы знаете, очень много шелухи, которые есть в нем. И когда он начинает от нее избавляться, некоторые люди просто начинают сливаться. Он говорит, не-не-не, мы дальше не пойдем, как бы я не готов. Многие даже не знают, на что они идут. А некоторые идут, некоторые идут через слезы. У нас есть ребята, которые в закрытом клубе, ну, в закрытом чате, там просто через слезы, через истерику, познание себя, потому что мы же знакомимся с самим собой. И когда вы приходите к себе, вам не хочется уже ограничивать себя социальными нормами, в том числе и едой. Это то, что вот мы делаем, Светлова, если в двух словах, на своих ретритах, я все-таки там же вживую, там мы много дней, мы пять дней проводим вместе, на своих ретритах я не просто вот это рассказываю, но мои ретриты, они чаще всего проходят на сухую. На сухую не потому, что мне так хочется, а потому что на сухую человек очень сильно оголяется. Он оголяется, он становится как оголенный нерв, он начинает все раздражать. Когда он начинает все раздражать, он как раз вот как, как вот этот вот набухший прыщик, вот как гненик взрывается. И это очень важно. И когда вот он взрывается на определенный второй-третий день, после этого я ребятам начинаю показывать им, как смотреть внутрь себя. Внутрь себя не просто внутрь себя, а в том числе и как посмотреть на свои клетки, как начать распаковывать себя, ту информацию, которая есть в клетках. И так как мы каждый, в принципе, можем видеть тонкие тела друг друга, то я просто могу, в которой сомнения происходят в тот момент, когда человек начинает погружаться в свою клетку, это же для него неестественное состояние, ну, в этой жизни, так скажем, и начинают вот эти вот сомнения, то есть начинают вот эти вот тараканы выползать из его головы, то я могу этих тараканов просто на определенном этапе отогнать, чтобы он дальше погружался. Когда он погрузится единожды в состояние своей видимости, своей клетки, то второй, третий, четвертый, пятый раз для него это сделать будет намного проще, потому что он уже знает, у него есть знание, что это возможно. Это то, что происходит на ретритах, помимо того, что, конечно же, точно так же вскрываю, вскрываем людей, люди готовы открываться, и чаще всего на ретриты ко мне приезжают, ну, наверное, 60% тех ребят, которые уже ездят на ретриты, то есть они ездят на каждый ретрит практически, потому что у них есть время, то, что происходит на ретрите, у них есть время это перепрожить, перепрочувствовать, и они на следующий ретрит приезжают вообще другими, они приезжают настолько большими, настолько глубокими, что вот эта вот энергия, она закручивается с каждым ретритом все сильнее, и там происходят просто такие вещи, о которых, ну, если рассказывать о них, то, как бы, во-первых, это не совсем корректно, во-вторых, даже не все поверят, потому что многие ребята, они прекрасно знают, они на каждый ретрит ездят и говорят, что вот ездим мы с одним, что вот это произойдет, а уезжаем с тем, что даже не ожидали, что произойдет. Мы настолько себя не знаем, мы настолько не знаем своих возможностей, мы настолько не знаем каких-то, вот, то, что есть в нас, что это просто удивительно, каких-то банальных вещей. Просто элементарно, когда для нас же кажется дико, да, что мы можем там ходить через стены, для нас кажется дико, что мы можем рукой там отодвинуть комод, не прикасаясь к этому комоду, посмотреть, что за ним и пододвинуть назад. И когда приходят те люди, которые это говорят, что да, вот это вот, то есть что-то показывают, что-то рассказывают, что-то вытаскивают, то есть такие, такие, происходят такие действия, которые в реальной жизни человек бы не смог увидеть не потому, что они не происходят, а не смог увидеть, потому что его мозг не готов это воспринять. И когда мы раскрываем это, то на третий, четвертый день человек видит такие вещи, о которых он даже не мог прочитать в каких-то книгах, потому что, не потому, что он стал другим, а потому что его голова к этому моменту готова увидеть то, что для него было невозможно. И когда происходят такие вещи, конечно же, он уже другим человеком, для него уже, ну, игры в еду не интересны. Они, они мелкие. Светик, можно сказать так, что просто повышается вибрация, энергия повышается? Энергия повышается? Энергия повышается, конечно. Мы же своих лет, смотри, у нас же еще, почему, что у нас происходит еще с нашей энергией? У нас, мы когда рождаемся, вот ребенок, когда рождается, у него стоят практически, всех берем стандартный случай, я не беру какие-то там, бывают исключения, у него все клеточки стоят на месте, все клеточки имеют определенный свет. И, как правило, когда ребенок рождается, у него лунный свет, у всех клеточек. И в процессе своего жизненного существования по каким-то определенным причинам у нас вот клетки какие-то зажаты, какие-то пережаты, какие-то они на своем месте. Зажаты, значит, там нет светимости, там еще что-то. И когда мы начинаем раскрываться, когда мы начинаем познавать, у нас идет клетка и встает как бы в свои пазлы. Когда они встают в свои пазлы, они начинают раскрываться. Когда они начинают раскрываться, И вот через эту светимость у нас идет та информация, которая есть в нас. А в нас вся информация этого мира, этого, не знаю, космоса, этой вселенной. И когда ты понимаешь, что вся информация есть в тебе, когда она к тебе все больше и больше идет, просто в определенный момент, на определенных этапах люди почему и ездят постоянно на ретриты, чтобы узнать, как эту информацию, как ее, как не сойти с ума от того, что с тобой происходит. Это тоже важно. Ясно, спасибо. Так, тут много вопросов. Так, мы захожу на Голота, все хорошие новости. Екатерина, почему у вас такие дорогие ретриты? Потому что я на сегодняшний день, я так оцениваю свои знания и свое время. Есть же много спикеров, у которых абсолютно разные цены, абсолютно разная информация. Вы можете подобрать под себя. И если для вас что-то есть в этом мире дорого, то подумайте, почему вы не можете в своем мире, почему вообще у вас в вашем мире есть слово «дорого», почему для вас что-то дорого, почему вы настолько обесценены, что вы не можете что-то взять, на что вы не готовы. Это же тоже ваше, это же не мое, это же для вас дорого по каким-то причинам, по своим. Потому что дорого, дешево – это достаточно относительное понятие. Если вы этого не можете себе позволить по каким-то причинам, то разбирайтесь в себе, почему вы не готовы идти в это. Потому что если человеку это нужно, то у него это будет, это однозначно. А если не нужно, то у него будет дорого, далеко, еще что-то. На готовность всегда есть те люди. Я всегда понимаю, что есть те люди, которые готовы приехать, чтобы пройти в другого себя. И я всегда говорю, что мои ретриты, они вообще не для всех. Абсолютно не для всех. У меня были случаи, когда… Их было два всего, но они были, когда люди уезжали раньше времени. Они не готовы распаковываться, они не готовы идти туда. Они через какое-то время мне звонили, говорили, что в следующий раз вот то-то произошло, там, то-то произошло. Но я сразу же говорю, что это не для всех, это не для слабонервных, так сказать. Потому что ваша жизнь, она будет абсолютно другая. Она не будет прежней. Если вы не готовы стать другим, и это же тоже такое… Ну, это не хорошо, не плохо, но вы представляете, вы за пять дней полностью приезжаете к другим человеку. Это тоже стресс. Это стресс для всех, не только для вас, для ваших родных. И вы к этому тоже должны быть готовы. Потому что все, другого уже не будет. Вы туда уже не вернетесь, откуда вы приехали, вы туда уже не вернетесь. У вас будет только путь вперед. Путь вперед, а если вы не сможете вперед, вы застрянете в этом состоянии. Вы тоже должны это понимать. Чтобы из него вытащить, вам нужно будет предложить очень много усилий. Потому что скатиться назад вы не сможете. У вас не будет никогда прошлой жизни после ретрита. Никогда. Сколько времени и энергии уходит на все это, как бы это тоже, ну, никто не считает, так ведь? Поэтому. Вы же можете самостоятельно прийти к этому. Я самостоятельно пришла. Кто-то приходит тоже самостоятельно. Пожалуйста. Никто же вас не ограничивает. Просто если бы в мое время был бы такой человек, как я, я как себя оценила? Сколько бы я себе заплатила в определенные моменты, чтобы прийти вот к таким состояниям, с которым я сейчас, с которыми я, Людмила, говорила? Я очень четко понимала, что на тот момент у меня, когда я взяла определенный момент, когда у меня вообще не было денег, я бы их нашла. Чтобы быть рядом с таким человеком, как я, это не хвастовство, это мое реальное видение того, что происходило тогда со мной, и чтобы я получила от такого человека, как я. Я, но я была готова к этому. А если кто-то не готов, то это уже другое. Свет, она поняла. Значит, на вас у меня нет энергии. Она все поняла. Отлично. Так, вот тут еще у нас кто такой Слава? Сверх, кто такой Слава? Это Артем спрашивает. Слава... Слава это... Я могу сказать, что он просветленный, потому что нет еще таких людей, которые с ним бы не пообщались и не пришли к определенным состояниям. Это не я спрашиваю, это спрашиваешь. Я поняла, да, я отвечаю. Но это не тот Слава, который вот эти вот голодные лагеря проводит. Не помню, к сожалению, как фамилия. Он с Машингом, по-моему, ведет эти ретриты. Тимошенко фамилия. А, да, вот не он. Не он. Это ваш учитель, Светлана? Нет, у меня нет учителей. Это мой друг. Просто мы с ним давно уже, мы давно общались. Давно... Ну, как давно? Ну, наверное, года три назад мы с ним познакомились, общались. Вот. А она... Весной, да? А весной мы с ним еще раз встретились, поговорили и решили попробовать вместе через мужскую и женскую энергию выводить людей в определенные состояния. Потому что когда выводит один человек, это одни состояния. То есть мы же понимаем, что мужская и женская энергии, если они объединяются, они не обязательно должны быть любовниками, любящими, там еще и кем-то. Если они идут с одной энергией, мужская и женская, то они как будто бы обволакивают. Мы как будто бы обволакиваем вашу ДНК, и вот через мужскую и женскую мы выдавливаем то, что есть социальные программы. Потому что только через истинные энергии можно убрать программы. И мы с вас вот это вот как бы, если вы так, ну, грубо говоря, как бы выдавливаем через мужскую и женскую энергию. А вы, получается, ретриты ведете вдвоем или это тематический какой-то ретрит? У нас есть закрытые чаты, которые мы ведем вдвоем, у нас есть ретриты, которые мы ведем вдвоем, и у меня есть ретриты, которые я веду одна. Со славой у него ретриты индивидуальные только. То есть мы не набираем туда несколько людей, к нам приезжают только индивидуально, ну, неважно откуда там, из России, из-за рубежа, еще откуда-то. Мы выбираем время, к нам человек приезжает на три дня, вот мы индивидуально с ним работаем и отпускаем в мир. А вот этот пятидневный ретрит вы вдвоем будете вести? Нет, это я одна веду. Только ваше участие. Да. Понял, благодарю. Тут вот Михаил говорит, когда вы будете удаленно работать? Что, когда? Удаленно, ну, так и не получается, да, через Zoom работать или... Нет, я работаю удаленно, у меня же есть марафоны, они очень демократичная цена у них, я не знаю, можно здесь озвучивать или нет, там всего 17 тысяч она стоит, он семидневный, с записью, то есть можно удаленно. Потом, когда со Славой мы проводим, у нас есть чат закрытый, он удаленно проходит, там 30 дней мы ведем его, но идем тоже индивидуально, то есть там нет в чатах несколько человек, там всегда один человек и мы. То есть всегда у нас, если мы со Славой, то в нашем поле всегда один человек. Идет проработка с двух сторон. Вот, так, есть удаленно, пожалуйста, выбирайте себе. Сергей Чудин. Так, то есть получается, если у человека не хватает средств на ретрит, то он либо не готов, либо не хочет, либо безответственный. Получается так, да. Сергей, ну ты же прекрасно понимаешь, у тебя же, то, что у тебя нет средств, это у тебя в тебе, мы же с тобой виделись, все, что есть, все, что ты выносишь в этот мир, это все есть в тебе. То, что у тебя есть дефицитарность, это тоже есть в тебе. И ты ее напрочь не хочешь видеть, ты напрочь не хочешь брать то, что есть в этом мире по определенным причинам, потому что очень завышенная важность. У тебя же даже профессия такая, где тебе нужно, чтобы на тебя все смотрели, восхищались, любили и все такое. Все эти чудеса Светлана очень хорошо знакома, сама жила в одном, а сама жила в этом долго, и никому было помочь в те времена. Вся семья, все видели, и это было как на тонком плане, так и на физике, все проявлялось. Да, ребят, бывает такое, потому что семья бывает, ну, то есть бывают такие вещи, ну, давайте так, приоткрою немножко. Бывают такие вещи, когда человек открывается сам перед собой, то есть не в том, что его способности открываются, мы все с базовыми способностями такими, что там вообще огонь. И мы ими просто, почему они у нас закрыты, потому что мы в силу своей невежественности не умеем ими управлять. Вот, и у меня была девочка, которая сейчас учится управлять, то есть она может разозлиться и вот так, разозлилась, то есть это зафиксировано, разозлилась и вот так вот просто перевернула машину, не трогая ее. Конечно, родственники, и это же, это я вам просто единичный случай, да, говорю, конечно, ее родственники, то есть ее на ретрит отправили, не она, ее муж мне написал и попросил взять ее на ретрит, чтобы вот эти вот ее возможности, ее способности, чтобы она поняла, как с ними работать. Потому что от них отделаться уже не отделаешься, а они есть. А что с этим человеком, его же все любят, но к нему боятся подступиться, когда у него вот такое вот происходит. Это же не единичный случай. Потому что мы, у нас такие возможности, это просто, я не знаю, это космос сказать, это вообще ничего не сказать. И когда мы, они нам больше, все больше и больше раскрываются, конечно, мы тогда, нам же нужно как-то ими управлять. Почему? Вот мне спрашивают, почему вот вы соскакивали, вы столько времени были на неедине, там по четыре месяца, почему выходили, потому что я сходила с ума, я не могла справиться с тем, что у меня есть. Я выходила на еду и интерпретировала, что со мной происходит. И если бы не моя болезнь, я бы не зашла обратно на неедине. Меня вытолкнула моя болезнь, что я вновь и вновь заходила. И мне приходилось с этим, но единственное, что мне приходилось самой с собой работать, мне некому было подсказать на тот момент. И у меня это все долго шло, нудно шло, через страх самой себя. Все это было. Вот у Михаила тут есть вопрос, ему не понравилось, как я вопрос прочитал. Сейчас пускай он сам задаст его тогда. Говори, Михаил. Ладно, я зачитаю. Когда вы уже удаленно будете со славой выдавливать? Выдавливать что, виноград? Когда вы уже удаленно будете со славой выдавливать? Из него все, что там есть, как-то так. Поэтому, да, но и Света говорит, что для этого нужно приехать. Вот мои вопросы связаны. Когда вы уже будете это выдавливать удаленно? После этого, Света, ты вроде как ответил, что вы что-то там делаете. Но вот я хотел все-таки уточнить. Можно с вами вдвоем работать удаленно и получить тот же результат, который получается, когда вы работаете в оффлайне? Понятен вопрос? Да, Миш, есть у нас же, конечно, закрытые. На троих делаем закрытые. Миш, ты же сам не хочешь в определенный момент идти. У тебя уже все. Ты почему-то в этом интересуешься? Потому что у тебя уже все. Еще чуть-чуть, и ты взорвешься. Пожалуйста. Нет, на самом деле для меня была информация последняя, что, как Слава говорил, что я обязательно должен приехать, что вы не можете удаленно это сделать. А я не могу как выехать. Да, выйдешь ты потом. У тебя чуть-чуть осталось времени, и ты выйдешь. Да, можем начать так, в закрытом чате, втроем. Да, можем начать так. Конечно же, хотелось бы тебя видеть лично, потому что у тебя... Ну, я знаю, что у тебя ситуация. Я как только смогу, я сразу приеду, но пока звезды не складываются внутри меня. Вот, поэтому... Ничего страшного. Напиши мне в личку, я тебе просто скажу, и все, как это делается. Да, договорились, все, услышал, спасибо. Давай, Миша. Ну, ребят, у нас уже 20 минут. Если есть вопросы, то я еще поотвечаю. Давай, Светик, тут еще в ютубе один вопрос. Давай. Так, сейчас. Опять повторяется вопрос. Почему, как только подумаю, зайти на автономию или день-два, на ней и происходят неприятности в жизни, несовпадение 100%. Ну, это мелочи, это как бы, я считаю, отвечай, Света. Ну, это потому что вы же заходите не на автономию, ребят, вы же заходите на голод, вы заходите на дефицитарность, чего вы ждете. Дефицит в вашей жизни и происходит. Что, если нет вопросов, будем заканчивать тогда. Ага. Да, если какие-то вопросы появятся, пишите в личку, пишите в школу автономии. Было очень приятно с тобой пообщаться, спасибо тебе большое. Спасибо огромное, спасибо за вопросы. Всего доброго.